пойма реки воронеж где-то минус 10 в тени минус 12 на солнце начинает понемногу пригревать лед соответственно становится чуть более скользким и как это связано в принципе с роликом дело в том что решил раскошелиться чтобы хоть как-то ездить на шипованные шины чуянг как их звать сейчас отчета подзаблю snowstorm 26 на 4 9 даже шипованный 144 шипа если не ошибаюсь опять же по памяти на колесо в принципе за свою цену 3 250 с учетом доставки за пару не сильно потрепанных бушных шин нормально вот в принципе ехать можно я бы не сказал что сильно примут уверенно и можно наваливать но можно перемещаться так скажем разница между не ехать никак и ехать аккуратно она все-таки колоссально я считаю что покупка не зря но всем кто собирается купить шиповки прям вот недорого и начать устраивает ледовые зарубы просто-напросто на всех парах скажу так не стоит это не те шины на которых можно прям вот конкретно рубить потому что все-таки шипы достаточно редко расположены они невысокие плюс ширина самих шин не такая чтобы сильно большая и вот в итоге переднее колесо на самом деле даже на низком давлении она загружена очень очень мало и шипы просто-напросто не врезаются нормально в лед по крайней мере до тех пор пока не начинается неконтролируемое скольжение если она начинается туда на льду остаются царапины и немалый шанс того что скольжение прекратится на всяком случае у меня сейчас вот именно так и было это так сказать зимний разлив реки воронеж с прилегающими так сказать водоемчиками здесь подо мной воды уже жидкой нет но вот там впереди прям по центру небольшой бугорок там остался слой льда и небольшой уклон идет собственно говоря к вот этому броду и на этом спуске прямо скажем было очень некомфортно потому что переднее колесо но вот наразило куда-то у меня уехать все равно в бок потому что повторюсь она как ни крутись а загружена очень слабо поэтому в случае чего если что имейте ввиду аккуратно ездить на сноу-сторм чоу-янг шипованных можно но выходить на лед и рубиться на всех парах на все на всю дурь все-таки идея не самая хорошая и особенно эта идея не очень хорошая если лед реально как стекло и более того если он еще и немножечко под нагрет солнцем как это не парадоксально звучит но даже при казалось бы минусовой температуре но в солнечный день чистый лед он становится гораздо более скользким потому что все таки какую-то часть тепла он получает особенно если под ним какой-то темный грунт все это дело может чуть-чуть поверхностно подтаивать имейте ввиду повторюсь но как вариант недорогих шиповок пережить самый самый-самый лютый гололед вполне себе неплохой вариант как мне кажется особенно если получится цапнуть это дело за какую-то символическую сумму на вторичном рынке по части бескамерности и размеров у меня обода blizzard 90 не облегченные и сельки и фактически покрышки у меня имеют ширину 110 112 миллиметров но на пониженном давлении 110 это очень 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 честный размер для покрышек дюйма на четыре с половиной потому что на 4 и 8 тем более на 49 это дело вообще никак не тянет даже максис миньон которые мне казались маломерками при их 115 миллиметрах фактически ширины и 48 обозначенных ну как бы это все-таки немножко больше чем чего янге на 49 так что вот так то есть фактически это резина ну может быть 43 4 и 5 дюйма максимум как то так то есть по факту она реально маленькая но повторюсь как вариант за недорого вполне себе прокатит особенно в контексте того что как бы резина это берется именно на гололед в моем случае снежных именно завалов ней не видать для снега есть кое-что посерьезнее и насчет бескамерности на тех же упомянутых близерках которые я уже упомянул покрышки сели без проблем но нужно уделить большое внимание к тому чтобы покрышки хорошо предварительно на ободе расправить возможно натянуть на обод расправить и сразу не накачивать дать им как-то немножечко постоять усесться потому что пока мы их натягиваем монтажками возникают вероятно какие-то локальные напряжения и в конечном счете они могут здесь криво но это мое такое суждение потому что передняя я накачивать поспешил и она оказалась кривоватеньким а задним картина все гораздо лучше гораздо более лучшая картина она силы почти идеально такой у нас красивый лед еще и хрустит но я на берегу так что здесь можно находиться совершенно спокойно там подо мной уже грунт рядышком такие вот дела а по траченных в деньгах не жалею по крайней мере сюда я доехал без единого падения и без какого-то серьезного срыва покрышек местами где-то что-то было как-то немножко скользко все равно но разница между тем как не ехать и ехать аккуратно колоссально на этом сегодня все такой вот небольшой выход в эфир прямо таки с полей и Продолжение следует...